МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей на МТВ. В студии Илья Власенко. Расскажем о главных событиях к этому часу. Сотрудники ФСБ задержали 5 граждан Российской Федерации пособников Международной террористической организации Хаят-Тахир Аш-Шам, действующей на территории Сирии. Скоординированные оперативно-розыскные мероприятия силовиков прошли на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Самарской, Московской и Волгоградских областей. ВЫСТРЕЛ Задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Полученные деньги под видом благотворительности они направляли на нужды боевиков подконтрольно-террористами в зоне Сирийской Арабской Республики. У задержанных изъяты телефоны, платежные инструменты, другие материалы, которые подтверждают их противоправную деятельность. Возбуждены уголовные дела за содействие террористической деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Андрей Бочаров заставил чиновников пройтись пешком по территории больничного комплекса в Держинском районе Волгограда. Глава региона вместе с руководством города на Волге главными врачами медицинских учреждений обошел территорию, чтобы продемонстрировать отсутствие на ней необходимой инфраструктуры. Кстати, похожие тесты на выносливость для чиновников Андрей Бочаров проводит уже не в первый раз. Год тому назад губернатор заставил депутатов и чиновников пешком подняться на 20-й этаж на востройке жилищного комплекса «Шоколад» в Держинском районе Волгограда. Там Андрей Бочаров провел совещание по программе замены лифтов в многоквартирных домах. Глава региона показал всем участникам рабочей встречи, с какими трудностями приходится сталкиваться без лифта пожилым, молодым мамам и инвалидам. Также в 2021 году глава региона провел чиновников пешком по улице Казахской на пути к 7-й больнице. Для чиновников это был настоящий квест. Перед трамвайными путями делали новый тротуар. Затем чиновники вышли на новый тротуар перед больницей номер 7 и почувствовали на себе, насколько необходимо качественное благоустройство. Молодые мамы снова смогут оформлять документы для новорожденных еще до выписки. В связи с пандемией кабинеты МФЦ в родильных домах закрыли, но теперь проекты «Мои документы» идут в роддом, возобновили работу. В Волгоградском областном клиническом перинатальном центре номер 2 двум счастливым многодетным мамочкам вручили комплекты необходимых документов, с которыми они отправились домой к своим семьям. Подробнее Регина Федина. Мы сегодня рады вам вручить первые документы вашим деткам. Это свидетельство о рождении, это СНИЛ, СНН и регистрация по месту жительства. Даниил родился раньше времени и, как его мама, уже прошел через множество испытаний. Врачи перинатального центра несколько дней боролись за жизнь новорожденного. И теперь он с мамой отправляется домой со всеми необходимыми документами. По опыту знаю, что такое бегать с документами, оформлять все-все документы с грудным ребенком на руках. А нужно это успеть в течение месяца. А здесь я просто выхожу и выписываюсь с перинатального центра с полным комплектом документов и просто занимаюсь детками, отдыхаю, останавливаюсь. Еще одна многодетная мамочка очень ждала появления на свет сыночка. Новорожденного Ивана вместе с мамой ждут дома в Суровикинском районе. Отец и старший брат с сестрой. Екатерина Булатова признается, благодаря проекту «Мои документы идут в роддом» смогла сэкономить время и силы при оформлении всех необходимых бумаг на ребенка. Очень удобно. Дело в том, что, так как я мама многодетная, у меня помимо здесь ребенок и еще дома двое детишек. И, конечно, в район ездить неудобно оставлять детишек и ездить делать документы. Я заполнила заявление, подходили ко мне сотрудники, и мы с малышом уже поедем с документами домой. Для удобства молодых мам в перинатальных центрах работают сотрудники МФЦ. В короткие сроки можно оформить свидетельства о рождении, СНИЛС, медицинский полис, заявления на получение материнского капитала и социальных пособий, на предоставление земельного участка для многодетных семей. Мы можем предложить, помимо того, что это регистрация на портале госуслуг, утверждение учетной записи, это еще и сопровождение непосредственно специалистами МФЦ на портале госуслуг для получения всех необходимых документов. С 1 июля этого года появилась возможность отправлять в госорганы электронные дубликаты документов, чтобы не предоставлять их на бумажном носителе. Сегодня проект «Мои документы идут в роддом» действует в пяти медицинских учреждениях региона – в Камышине, Волжском и Волгограде, в Центральном, Советском и Красноармейском районах. Мы специализируемся на выхаживании глубоко недоношенных детей, которые в учреждении проводят по два, по три, некоторые даже по четыре месяца. Соответственно, в этой ситуации женщина не может покинуть стены учреждения, бросить своего малыша, поехать по месту своего жительства, может быть, в Урюпинский район и, так сказать, эти документы там на месте получить. В Волгоградской области проект «Мои документы идут в роддом» начал работу в 2016 году. Этой услугой уже воспользовались более 10 тысяч семей. Проект получил высокую оценку на федеральном уровне, и его начали внедрять в другие регионы России. Регина Федина, Александр Шишин. Время новостей. Новое дорожное полотно, благоустроенные пешеходные зоны, детские и спортивные площадки. За три предстоящих года в Волгограде комплексно благоустроят 150 дворов. 44 из них приведут в порядок уже в этом году. В областной столице стартовала программа обновления дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Задачу поставил губернатор Андрей Бочаров. В настоящее время специалисты вышли во дворы во всех районах. Глава города Владимир Марченко проверил, как идут работы во дворах на севере Волгограда. Тему продолжит Дарья Коломыченко. В числе объектов, где уже работает техника, двор по улице Быково 4А. Специалисты убрали старые бордюры и отфрезеровали изношенное асфальтовое покрытие. Обновления проведут комплексно. В скором времени здесь уложат два слоя асфальтобетона и новый бордюрный камень. Восстановят и люки на колодцах инженерных сетей. Это прекрасно, это же для людей все делается. Поэтому все, спасибо всем. Работы выполнит добросовестный подрядчик. Он уже зарекомендовал себя при ремонте в предыдущие годы дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов в Тракторозаводском и Ворошиловском районах Волгограда. Глава города обратил внимание на пешеходные связи, чтобы ремонт был произведен комплексно, качественно. Ну и поставил задачу все ремонтные работы закончить до дня города Героя Волгограда 11 сентября. А это уже дворовая территория, прилегающая к дому номер 10 по улице Николая Отрады на Спартановке. Здесь основной объем работ специалисты уже выполнили. Положительные изменения оценили и пешеходы, и водители. Ой, да здесь ни проехать, ни пройти. Ухаб на ухабе, канализация провалилась, страшно было смотреть на двор. Сейчас прекрасно. Раньше там все время яма, лужа какая-то, здесь тоже все плохо, бордюры. Ну все старое было, ветхое, а сейчас все хорошо, красиво. Заметно в каждом дворе я по доставке работаю, там видно, что улучшается в Волгограде. Теперь здесь новая идеально ровная дорога, удобная пешеходная сеть. У каждого подъезда обустроен съезд для маломобильных граждан и пенсионеров. Сделали хороший двор, и дорогу хорошую сделали, и вокруг дома хорошо сделали, на той стороне дорожку сделали. В порядок на придомовой территории приводят детскую спортивную площадки. Сюда завезут песок, уложат травмобезопасное покрытие. Изменения радующие глаз очевидны. Нравится, очень нравится. Хорошо. Молодцы, сделали хорошо. На придомовых территориях смонтируют также линии наружного освещения, установят скамейки и урны. В ходе инспекции Владимир Марченко обратил особое внимание на соблюдение культуры производства работ. Во время замены покрытия и прочих мероприятий для жителей должен быть организован комфортный проход. А после окончания восстановительных работ подрядчики обязаны оперативно вывести строительный мусор. Еще раз говорю, вот это весь остаток бетона, все убрать. Вот этот блок отсюда, грузитель. Главное, техника же все работает. Нет, все бросено. До 2024 года в Волгограде комплексно благоустроят 150 дворов. Это 300 домов, в которых живут около 100 тысяч человек. Задачу поставил глава региона Андрей Бочаров, отметив, что проекты благоустройства найдут отражение в 10-летнем плане развития Волгограда. Комплексное развитие территории – приоритет в работе властей с 2014 года. За это время в областной столице преобразился 191 двор. Проекты реализуют совместно с жителями. Учитывают их мнения и пожелания. Дарья Каламыченко, Глеб Волков. Время новостей. В Лавлинском районе Волгоградской области и супермаркета неизвестные похитили продукты питания и косметику. В ходе проведения оперативных мероприятий инспекторы ГИБДД в Суровикинском районе задержали автомобиль, в котором находились подозреваемые в совершении данного преступления. Ранее совершенное преступление – кражу денежных средств, оставленных волгоградцем в банкомате, раскрыли сотрудники уголовного розыска отдела полиции Кировского района. Несколько месяцев назад потерпевший по собственной невнимательности забыл забрать деньги из купюроприемника в банкомате. 46-летний неработающий местный житель увидел оставленные в банкомате деньги в сумме 14 тысяч рублей и забрал их себе. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 5 лет лишения свободы. В Лавлинском районе в полицию обратился управляющий супермаркетом и сообщил, что неизвестные похитили продукты питания, косметические средства, после чего скрылись. В ходе проведения оперативных мероприятий инспекторы ГИБДД в Суровикинском районе задержали автомашину, в которой передвигались подозреваемые в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело. За минувшие сутки мошенники похитили у жителей региона свыше 4 миллионов рублей. В Держинском районе домохозяйка лишилась свыше 700 тысяч рублей, поверив мошеннику, который в телефонном разговоре предложил ей перевести сбережения на якобы безопасный счет. Нередки случаи, когда злоумышленники звонят потерпевшим и сообщают, что на их имя незаконно оформлен кредит. Используя подобную схему обмана, телефонные аферисты похитили у 32-летнего волгоградца практически 1 миллион рублей. Мужчина самостоятельно на протяжении недели переводил мошенникам деньги. Уважаемые граждане, чтобы не стать жертвой обмана, будьте бдительны. Помните, что сотрудники банка никогда не просят осуществлять перевод денежных средств на безопасные счета. Не впадайте в панику от услышанного. Всегда перепроверяйте информацию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый в детстве пытался подражать народным любимцам, знаменитым мушкетерам или взора с палкой в руках вместо шпаги. Воспитанники Светланы Николаевны Машковой и преподаватели по фехтованию в детско-юношеском центре Волгограда занимаются даже летом. И уже добились немалых успехов. Секреты красивого и стремительного вида спорта узнала Регина Федина. Фехтование – очень непростой вид спорта. Не зря его сравнивают с быстрыми шахматами. Это спорт соперников со множеством продуманных движений. Необходимо просчитать, как нейтрализовать нападение и нанести контрудар. Фехтование входит в список единоборств. Это искусство определения сильнейшего при помощи оружия. Вспомним трех мушкетеров. Они были все абсолютно разные, но одинаково хорошо фехтующие. Основа успеха – это характер и смелость в действиях. И неважно, какого ты роста или какой у тебя вес. Здесь можно доказать свою правоту, не прикасаясь к противнику ни рукой, ни ногой, не делая какой-то бросок. То есть вы разбираетесь технически. Кроме физической подготовки, есть еще и тактическая подготовка. И также есть приемы, которыми надо обладеть, чтобы вести бои. Фехтование – нетравмоопасный вид спорта. Выручает экипировка, которая с годами становится все надежнее. Поскольку во время боя укол можно нанести в любую часть тела, кроме затылка, защита должна быть абсолютная. Костюм белого цвета из облегченного кевлара. Это волокно используется еще в армировании автомобильных шин и при производстве бронежилетов. Женская защита – жесткость. Обязательно. Потому что это правило по технике безопасности. Также перчатка, которая закрывает руку. И самое главное, чтобы вот эти сеточки на маске не были посечены. То есть так сделано, что если вот здесь появляются такие, если на свет посмотреть, если там такие звездочки рассеченные, эта маска убирается уже, ей уже не пользуются. Ярослав встал на дорожку для фехтования после занятий танцами. А причиной стал невероятно красивый бой, который он видел по телевизору. Пришел просто попробовать, но уже через несколько занятий понял, что хочет достичь высоких результатов в шпажном искусстве. Я на два выездных ездил. Это Саратов и Краснодар. А так местные соревнования у меня их семь. Три золотых медали, одна бронза, а остальные серебряные. Я хочу сделать так, чтобы у меня золотых медалей больше было, чем серебряных. И бронзовых вместе взятых. Многие родители отдают детей на фехтование не столько для профессионального роста, сколько для общего развития. Ведь, как уже говорилось, развивается не только тело, но и интеллект. Четыре года назад Аня пришла в детско-юношеский центр записаться в кружок бисероплетения и макраме. Но юная фехтовальщица признается, как только увидела шпагу, все для себя решила. Мне это невероятно нравится. Я считаю, это было самое правильное решение в моей жизни. Помимо физической подготовки, тут важна реакция, какая-то психологическая выдержка. Нужно предугадать, что будет делать соперник и донести укол раньше него. Во время тренировок детей учат не только техники и тактики боя, но и уважению по отношению к противнику. Это всегда должно быть на дорожке для фехтования. Нельзя говорить под маской, нельзя высказывать противнику недовольство, неуважение, нельзя бросать после поражения шпагу, маску и остальное снаряжение. Должна присутствовать выдержка, терпение, быстрота мышления и корректное поведение на дорожке. Дети от 8 до 18 лет могут обучиться искусству владения шпагой в детско-юношеском центре города Волгограда. Светлана Николаевна обучит всему, что знает сама. Регина Федина, Роман Седлецкий. Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях, делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online, полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17.00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде преимущественно ясно, ветер умеренный, юго-западный – 7-8 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 26, плюс 29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова